Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем готовить филе судака на пару с брокколи, зелёным маслом, соусом из шпината и свежей клубникой. Для этого нам понадобится филе судака, шпинат, можно взять свежемороженое, сливки, желательно 35% лимонная приправа к рыбе, сливочное масло, зелень, в нашем случае это укроп и свежий тимьян, брокколи, можно взять свежемороженое, лимон, лайм и свежая клубника, соль, перец и оливковое масло. Приступим! Для начала берём филе судака, надрезаем, Смазываем посуду оливковым маслом, солим, перчим И взбрызгиваем соком лимона Затем переворачиваем, чтобы пропитать соком лимона равномерно наше филе Укладываем в посуду И будем мы это готовить в пароконвектомате Дома можно использовать обычную пароварку Для этого мы включаем режим на пару И выставляем время на 15 минут И температурный режим 100 градусов Пока наш суда готовится, мы будем припускать брокколи Кладём брокколи в кипящую воду Слегка подсаливаем Добавляем оливковое масло И лимонную приправу к рыбе Делаем маленький огонь И накрываем крышкой на 7 минут В это время мы приготовим зелёное масло Берём масло Предварительно разморозим Чтобы было мягкое Мелко нарезаем И соединяем И тщательно перемешиваем Когда у нас получилась однородная масса Мы её укладываем в силиконовую форму И ставим в морозилку на 7-10 минут Следующий этап приготовления соуса Берём шпинат И слегка измельчаем В разогретый ковшик добавляем оливковое масло И затем подготовленный шпинат Слегка бланшируем И добавляем сливки Продолжаем готовить На медленном огне Периодически помешивая После того, как сливки закипели Мы солим соус Для того, чтобы загустить наш соус Мы будем использовать сок лимона Он же придаст нам и пикантную кислинку В нашем соусе Всё, соус загустел Можем отставить Сейчас мы будем укладывать брокколи на лёд Для того, чтобы остались все полезные свойства Ждём буквально 30 секунд Чтобы брокколи не успела остыть Все ингредиенты готовы Можем собирать наше блюдо Выкладываем филе на блюдо Чередуя брокколи и соус Наше блюдо низкокалорийно Поэтому оно хорошо подойдёт для тех людей Кто следит за своей фигурой Сверху кладём зелёное масло Вытаскиваем его из силиконовой формы И кладём поверх нашего блюда Сейчас оно начнёт таять И тем самым придаст сочности нашему блюду А сейчас самый красивый этап наших действий Это оформление Начнём с клубники Нарезаем клубнику пластиночками Делаем такой небольшой веер И передаём яркости нашего блюда Лайм нарезаем кружочками И укладываем С другой стороны Берём зелень тимьяна И завершаем этап оформления нашего блюда Наше блюдо готово Я думаю, оно украсит любой стол Помимо того, что оно красивое Оно ещё и полезно Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok